Вот один 1 июня родились. Граф Алексей Бестужев-Рюмин, государственные деятели, канцлер России, времен императрицы Елизаветы Петровны. Композитор Михаил Глинка, автор оперы «Жизнь за царя» и «Гимна Российской империи». Чайковский говорил, вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь дуб в желуде, заключена в симфонической фантазии Камаринской Глинки. Василий Поленов, выдающийся русский художник. Поленов был одаренной личностью, многогранность которого успешно проявлялась в разных сферах. Он храбро сражался в русско-турецкой войне, окончил юридический факультет университета, обладал архитектурными способностями, пел в хоре и зарекомендовал себя как композитор. Но главным своим призванием Поленов считал живопись, любовь к которой он следовал от матери дворянки, художницы и детской писательницы. За свою первую картину «Воскрешение дочери Иаира» Василий Дмитриевич получил не только большую золотую медаль и возможность заграничного пансиона, но и внимание царских особ. На банкете его особо отметил великий князь Владимир Александрович, чем вызвал неудовольствие других медалистов. Впоследствии коллеги по цеху припомнили Поленову и его голубую кровь, и многочисленные зарубежные турне. «Этот барин с нерусской душой, ему лучше бы остаться где-нибудь за границей и писать там». Живописец Крамской. Поленов никого не слушал. Главной идеей его творческой жизни было создание религиозного цикла, своего рода картинный пересказ Библии. Поэтому он много путешествовал паломникам по святым местам. Опыт этого нашел отражение в 72 полотнах, одно из которых «Христос и грешница» было приобретено государем Александром Третьим для Эрмитажа. Часть коллекции впоследствии была продана, раздарена. Чудом не погибли другие самые известные поленовские шедевры, которые собирались перевозить на «Титаники» на выставку. Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость. Иначе оно ничего не стоит. Василий Поленов. В этот день 1 июня 1725 года указом императрицы Екатерины I был учрежден орден святого Александра Невского. Первоначально орден вручался за боевые заслуги, но позднее им стали награждаться все лица, проявившие себя делами, совершенными на благо Отечества. 1 июня 1869 года началось строительство первого русского броненосца Петра Велики. 1 июня 1131 года состоялась премьера первого звукового фильма СССР «Путевка в жизнь». Чуть более чем часовой кинофильм «Путевка в жизнь» открыл эру звукового кино в СССР и в Европе. «Я не запомнил в Париже большей сенсации, чем демонстрация «Путевки в жизнь», — вспоминал зритель кинопремьеры. Синхронизация звука с изображением обеспечивалась системой тагифона, разработанной и запатентованной советским ученым Павлом Тагером. Режиссером фильма выступил ученик режиссера Мейерхольда Николай Эк, который снял шесть полнометражных фильмов, но именно лента про беспризорников стала его визитной карточкой. Мы начинали снимать в 1930 году. Премьера состоялась 1 июня 1931 года в Московской консерватории, где в те времена находился кинотеатр «Колосс», а позже в кинотеатре «Художественный». После публичного просмотра глав репетком и деткомиссия в ЦИКа запретили демонстрацию фильма, вспоминала сценарист Регина Викентьевна Юнушкевич. Иосиф Сталин сказал кратко «Не понимаю, что тут нужно запрещать», и фильм пошел в народ и на рецензию киноведа. Юмор и пафос, бытописательство и поэзия переплетались с фильмами, делали его увлекательным, понятным, берущим за сердце. 1 июня 1933 года на Кольском полуострове была образована Северная военная флотилия, теперь это Северный флот ВМФ России. 1 июня празднуется Международный день защиты детей. Праздник был официально утвержден в Париже в 1949 году Международной демократической федерации женщин. 1 июня 1949 года церкви была категорически запрещена продажа предметов религиозного культа вне храмов и монастырей. Несмотря на то, что власти СССР вели активную пропаганду атеизма и нещадно боролись с любыми проявлениями религиозности, церковные общины продолжали существовать, а православные не переставали приобретать иконы, свечи и церковную литературу. Это можно было сделать не только в храме, но и у кладбищ на некоторых рынках, что атеистическая власть воспринимала с явным раздражением. О крупных изготовителях церковной утвари в Москве доложили даже Сталину. Ответом партии был текст закона от 1 июня 1949 года. Он запрещал продажу предметов религиозного культа вне храмов и монастырей, что стало попыткой еще больше осушить церковную казну. Таким был этот день 1 июня. Субтитры создавал DimaTorzok